Я тут на солнышке греюсь. Загораю, так сказать. Вот такая температура. 27 на солнце. Очень хорошо припекает. Собачки разлаились. Собрали лекарства, антибиотики для Новосибирска. И сейчас Зак приедет за пылесосом. Вот так вот и будем с ним. Встреча на Эльбе. Ворота открыла ему. Сейчас подъедет. Маша пишет, только мама, мне обнимайте его там сильно. Да, вот так на расстоянии 6 метров пообщаемся. Посылку сейчас они отправят сестре Новосибирск. с лекарствами. Не знаю, сейчас авиапосылки есть или нет. Так хорошо солнышко пригревает. Прям красота. Даже сегодня беру земли в огороде. И мне там уже надо садить гераньки. Взошли. Пересаживать надо будет. А теперь саму ручку, которую ты трогал. Нет, нет. Ручку от пылесоса. Ну, нет. Которую ты держал. Где шланг? Ну, какую? Да. Все. Молодец. Будем надеяться, да? А, медики сами говорят, что это все. Да-да. Да-ка там я им еще бумажку с адресом положила. Ее уж тоже как вот. Вот и зятек приехал. Во, ворота открыты. Ворота, ворота открывай. Привет. Ага, вот так. В общем, папа все спиртом пробрызгал. Что, обниматься будем? Слушай, а как ты защищаешься? Вот так. Вот так, да? И что, все сутки в этой, в маске, да? Нет? Папа все пробрызгал спиртом. Ага. Этот пылесос. Там в лекарствах лежит бумажка с адресом. И прям отправить или авиа, прям попросить. Там есть ускоренный, есть ИМС. Без разницы как. Угу. И все. Угу. И все. Спасибо огромное. Она передает, прям вообще чуть не плачет от счастья. Потому что там вообще что-то у них прям все плохо. А и у нас нету ничего. Да. Я вот чего смог найти-то нашел. Угу. И все, у них нету ничего. Ну, сегодня там этот премьер подписал, как вроде что упрощение какой-то кодировки, там что-то такое. Ну, это не для... В общем, будем надеяться, что лучше. Не на поставки. Вот так вот. Даже чаем не угостили зятя. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Да? Да. В самом деле? Да. Все за тебя порешали. Ужал. Пойду. Ха-ха-ха. 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 Потому что два мне одновременно ни к чему. Отличается только тем, старый от нового, что старый стоит дешевле, новый дороже. И новый... Там еще ультразвуковая насадка есть, попозже покажу. Значит, что это за прибор такой? Прибор на входе у нас 220 вольт включается, на выходе 8 вольт. А 8 вольт это как раз напряжение в наших клетках внутри организма. Поэтому этот прибор безопасный абсолютно для клиента, для пациента. Что он делает? Этот прибор прочищает каналы и меридианы. То есть делает каналы и меридианы проходимыми. Сейчас покажу вам плакат. Ой! Я уже взялась тут вам показать. Вот, посмотрите. Мало того, что на человеке есть биологически активные точки, есть еще и меридианы. Посмотрите. Вот они. То есть полностью по всему телу проходят вот эти каналы. От головы и до самых пятушек. Эти меридианы, они отвечают как раз за внутренние органы, за состояние внутренних органов. Если каналы забиты, если где-то есть зажимы, энергетические зажимы, то у человека возникают заболевания. Например, вот смотрите. Сейчас актуально, да, я почему достала вообще массажер, а я сейчас делала себе массаж. Если вам видно, вот это канал. Так, я здесь покажу, наверное, вот на этой картинке. Вот здесь меридиан идет. Видите, он как от подключечки идет по внешней стороне руки. Это меридиан легких. Если есть застой в легких, необходимо именно по этому меридиану пройтись хорошо. То есть его взбудоражить хорошенечко, протрясти. Можно похлопыванием очень таким интенсивным, можно руками, можно кулаками, можно полотенцем мокрым. То есть вы должны вот этот канал весь проработать. Вот он, до большого пальца идет в руки. И убирается застой в легких. Дальше, что еще рассказать про этот массажер. Значит, как им работают? К массажеру подключается с помощью проводочков вот такие перчатки. Вот они. Они из серебряных нитей, то есть токопроводимые. Перчатки мочить обязательно нужно. Вот одна перчатка и вторая. То есть плюс-минус клеммы подсоединяется. Под перчатки надеваются вот такие вот защитные перчатки. Смазывается тело гелем, специальный гель для массажа. И проводим вдоль меридианов. То есть я просто глажу рукой вдоль меридиана, вдоль позвоночника. В это время активируются все внутренние органы. Активируется энергия внутри человека. Вычищаются клетки при этом. Идет мощный массаж всех мышц, сухожилий. И так же проходит. Я немножко заикаюсь, что-то я разволновалась. Очень хороший лимфодренаж проводится с помощью этого массажера. И вообще ощущение, конечно, космос. Когда им проводишь по спине, по ногам, по рукам. Во-первых, убираются боли. Какие есть всевозможные боли. Любые защемления седалищного нерва, там, допустим, шейный хондроз, плечевой периартрит, болезнь в коленках, суставах. То есть вот этот массажер, он обезболивает очень хорошо с первого раза. Делается первый массаж в течение 20 минут. Потом можно 40-45 минут последующие массажи. Нормализуется давление. Сосуды становятся эластичными. Кровь разжижается при этом массаже. То есть показано обязательно при гипертонических заболеваниях. При диабете нормализуется работа поджелудочной железы. При этом сахар снижается. Что удивительно. Люди у нас вот просто удивляются. Те, кто приходят к нам сахарники, диабетики, они удивляются, что у них нормализуется сахар. То есть они начинают уменьшать дозу инсулина. Либо тех лекарственных препаратов, которые они принимают. Нормализуется сон. Нормализуется стул. Нормализуется работа детородных органов. То есть есть женщины у нас уже, которые родили с помощью этого массажера в том плане, что они забеременели. До массажера они не могли забеременеть. Шесть женщин в Республике Алтай уже стали счастливыми мамочками. Дальше. Шейные хондрозы я уже говорила. Обычно начиная с седьмого шейного позвонка. Здесь застойные явления в плечевом и в шейном отделе позвоночника и кровь не поступает, вернее поступает, но с какими-то перебоями в головной мозг. При этом происходит кислородное голодание, происходит спазм сосудов. Вот вам и гипертония, и головные боли. Вот с помощью этого массажа мы как раз убираем эти все симптомы неприятные. Далее. Очень хорошая идет проработка предстательной железы. Есть здесь чинфу, точки под ягодицами. Их активируем, то есть ставим ладони под ягодицы, и клиент сам с помощью вот такого пультика он может сам увеличивать интенсивность. Здесь у нас как раз интенсивность показывает. то есть по своему самочувствию. Когда проводим вдоль меридианов ладонями в перчатках, то происходит очищение органов, легкие, сердце, печень. То есть каждая зона отвечает за какие-то органы. И когда мы делаем массаж, то у клиента в определенных зонах появляются какие-то ощущения. Допустим, жжение, покалывание, холод. Холод я тоже чувствую через перчатки. То есть рукой, возможно, я держу на спине клиента, и спина кажется теплой, а когда я в перчатках, допустим, у него в области почек холод, такой сильный холод, что мне аж достает до локтей. То есть я понимаю, что именно в почках есть застой. А когда в почках застой, то не вырабатывается энергия ЦИ. Энергия ЦИ – это жизненная энергия. То есть энергия жизни. Почки – это, оказывается, самый главный орган у нас, в организме нашем, не сердце. И когда мы день от дня делаем вот эти массажи, эти процедуры, то почки становятся, область в районе почек становится теплее, теплее, теплее. То есть как положено. Один этот массаж заменяет 10 обычных классических массажей по эффективности. С помощью этого массажа, биоэнергомассажа, после каждого сеанса выходит до 4 грамм токсинов. Выравнивается энергия инь-янь в организме. Наверное, слышали о таких энергиях, да? То есть человек тебя чувствует намного лучше. Ой, сейчас уберу вот эту. Есть накладочки специальные силиконовые. Это для самомассажа. Допустим, не могу я сама себе до спины достать. Вот эти вот силиконовые, они такие на липучках. Прилепляешь на спину и, пожалуйста, можно смотреть телевизор. Можно сидеть у компьютера. Работа идет. Приятная и полезная работа. Вот этот массажер, он стоит дороже. Мы его позже купили. Я его весной в этом году купила. Здесь он точно такой же. Немножко оформление другое, но точно такой же. Здесь есть ультразвуковая насадка. Если в этом массажере нельзя по лицу проводить, то есть делать массаж лица, если у клиента вставные зубы, импланты, металлические пломбы, такое тоже бывает, то нельзя ни в коем случае делать вот этот массаж именно на лице. А вот здесь, в этом массажере, здесь есть вот такая ультразвуковая насадка. И, пожалуйста, лицо можно массировать по косметическим линиям. С помощью геля специального массажного наносится и, пожалуйста, лицо. Потом лечение тонзилитов, лечение гайморитов. Ну и вообще, где угодно, где болит, туда приставляешь вот эту насадочку. То есть тут меньше противопоказаний. У этого массажера, у этих вообще массажеров, противопоказания такие, металлические вставки. Если, допустим, операцию делали и меняли позвонки на титановые, не надо делать. Либо искусственные суставы тоже не надо делать. Вернее, можно делать, но обходить их. Именно по ним не проходится беременность, кормление и четвертая стадия онкологии. Ну а также еще, допустим... Хочу вам показать, что я вчера посадила и все-таки вчера добралась в огороде, где вот Михалыч кучи накопал, и там земля сухая была. Именно в этих кучах я ее набрала. И ее смешала с покупной землей, с торфом. И вот такие получились у меня садушечки. Это у меня пеларгония, 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 пеларгония. Это Маруси меня посадила. И вот этот радисканцы тоже. Пеларгония я покупала, наверное, пачек 6 в этом году, здесь уже на Кубани. И в каждой пачке было по 6 семян. И вот взошло только, ну, наверное, штук 6, потому что там еще, по-моему, есть еще мелкие, только всходят. Но вот 4 у меня точно есть. И я этому очень-очень рада. И здесь покажу, что я вчера посадила. Это помидорки, балконное чудо называется, комнатные. Посадила вот так по две штучки в каждый ящик. Я надеюсь, что будет у нас урожай помидорок на этом окне. Оно южное. И вот здесь у меня анютины глазки. Так, анютины глазки. Вот это вот пеларгошка вижу. Вот она маленькая. И вот это, скорее всего, пеларгония. Да, похоже. А вот еще пеларгония есть. Так что у меня еще есть рассада. Так, а здесь? Вот тоже похож. Ну, посмотрим. Да, похоже на пеларгонию. Вот такие дела. Надо еще горшочки купить. Как куплю, то уже пересажу. А эти я анютины глазки на улицу высажу. Кто у нас тут? Сейчас, представляешь, вышла, а тут кот бегает толстый. И удрал. Я его кис-кис-кис. Здрасте. Здрасте. А что это вы тут делаете? Все, мебель выносит. Мебель выносит. Мебель выносит. У нас много чего еще есть. Руки вверх. Это для отделения. О, у нас что творится на кухне. Вообще. В общем, мы решили все вытаскивать. Все уже отдавать хозяевам. В общем. Ты сам? На чем? Да. Все. Это ли? Тоже? Тоже. А мы тебе обычные стулья принесем и все. Катя, ну ты здорова. Ну да. Как тебя назвали? Булочка? Булочка. Булочка. Булочка, да. В общем, завтра нам привезут в холодильник. Мы его поставим вот сюда в угол. Больше некуда. И зато у меня теперь есть доступ до вот этого шкафчика и до стола. Сейчас все уберем. Уберу. Детки уедут. И все. Сюда обычные стулья поставим. Сейчас вот полы помою. Все. А холодильник? Ну, наверное, вот так вот его сюда поставим. Завтра его привезут. Батареи-то не будем близко ставить. Вот такие дела. А, и Михалыч микроволновку сегодня купил. Выпросил? Я не хотела микроволновку. А ему просто лень потом мыть. Если в кастрюльке греть, то лень мыть. Ничего, красота? Да не только. Не только. Сразу как-то свободнее стало. Дышится легче, да? Можно и так табуретки попробовать его поставить. Да. Ну, можно и так его поставить. Лучше вот так, перед окном. Перед окном. Более гармоничнее? Да. А табуретка-то тоже? Ой, вообще свободно, да? Убрали вот эту. Табуретка-то чья? Это их табуретки, да, и стол их, это понятно, отдадим потом, когда стол возьмем. Стол можно было сегодня забирать, да, вон тот белый? Нет. Давай вместе с кухней, чтобы они хотя бы посвятились. Мы хотим так садиться и мактажировать себе за ноутбуком. Да. Хорошо. Хорошо. Молодцы, детки, приехали, помогли. А то мы вдвоем с холодильником где-то горячились бы. Не, ну Серегу можно было позвать, пусть забирает. Правда, прям свободно стало. Да. Давай бегать вокруг стульев можно. Ага. Как она, в стульчике играть, да, как детском саду? Надо его сразу спросить, может, он вообще не будет забирать. Нет, нет, они сказали, будет забирать. У них же вот эта веранда красивая. Туда расстегнулась. Ты не застегивала ее? Застегнул только, чтобы... Так, помою еще раз. Все, пойдем деток провожать. Катя, какие у тебя эти карманы интересные в штанах? А у меня нету карманов в таких штанах. А вот это мы думаем, все, нет у вас, кто делает? Да как вы хотели позвонить заранее? Нет. Вы же говорили, выходной день, выходной день, ну я так и понял, выходной день. Мы хотели сюрпризы. О, смотри, это кто-то ведь накопал какое-то животное, да? Да. Ты бы прогреваешь машину? Я очень плавно, медленно еду первое время. А ты железя хоть не примерял ее? Нет, нет. Не примерял ее? Я даже не знаю, как ее... Тебе надо коронавирус? Нет, не надо. Не буду обниматься с вами. Вот так. И еще раз с другой стороны. Ну давайте, пока. С самолета как летит? Перезину ты зимы ищешь? Нет, Тема? Нет еще. А еще зимы нет. Ну все, пока-пока. Прохладненько я побежала. Дети к нам приехали не с пустыми руками. Подарок привезли. Главное, звонят Михайловичу и спрашивают. А номер не определен. А Михайлович на громко был телефон, спрашивает. Александр Михайлович, а у вас есть гладильная доска? Я такая думаю, так, что за баба? Интересуется, есть ли у него гладильная доска. А мы такие... Нет. Михайлович говорит, а зачем? И потом я понимаю, что это Катя звонит ему. Просто у него она не определена. В телефоне оказалась. Ну вот с такой доской мы теперь... Она прям просилась сюда, эта доска. И, кстати, мы сегодня заказали комод вот сюда. Здесь тумбочки не подойдут, потому что они вот такие низехонькие. Вот такие примерно. А комод он такой высокенький будет. Все. Вот так мы сегодня день провели. Все. Теперь мне сейчас работать, работать, работать. Все прибирать тут. Раскладываю все по шкафчикам, по столам. И потом покажу, что получится. Я вот тут еще не разрезал и весь. Давай подержу. Вот в эту сторону. Сюда, в угол. Возле окна надо ставить. Но носиком вот сюда. Она вот такая высотой или еще ниже можно делать? Как у нее есть там? Можно ниже делать. Давай ниже делай. Хотя бы на уровне подоконника, чтобы была... О, а чего у нее так наклон будет? Ух ты! Вот так. Классно. И даже сказали розетка тут есть, да? Да. Так, подожди. Это вот это надо включить в розетку. А в саму тюнк потом включать куда? Ну, здесь с ней вернется. Да? Ну, дети, спасибо огромное. И расцветка такая приятная. Мы бы такую не купили. Мы бы попроще купили. Ну, да. Поэтому спасибо. А дети, по-нароже. Ну, да. Спасибо огромное. Ну, как-то так. Вот бы угладить и в окно смотреть. Супер. Тут еще резиновые накладочки. Ну, да. Я счастлива. Ты счастлива с микроволновкой, да? Теперь. Крайше говорили, счастливые, но довольные. Да. Уставшие. Уставшие, но довольные, да. Я счастливые, но довольные. Ладно, я пошла на кухню работать. Да? Промежуточный момент показываю. И рассказываю. Ой, я думаю, вода рьется. И рассказываю, вот столько вина у нас получилось. Изабелла. Вот это полтора. Это 750. Ну, и тут немножко. 350, наверное. Вот и считайте. Михал, счастлив. Даже? Упьемся. Упьемся. Да. Сейчас я закрою плотненько крышечками и уберу в чуланчик. Так. Ну... Либо так. Наверное, все-таки развернуть. Либо так. Как тебе больше нравится? Ну, вот так, наверное, лучше будет. Так лучше сюда ничего не положишь, потому что... Да. ...небоится будет открываться. А давай боком поставь. Еще раз посмотрим. Если боком... Если боком, то тогда вот эти... Вот здесь открываться. Ложки тоже отодвинуть. Ну, вот здесь... Вот так, да? Ну, она большую площадь сейчас сушена. Да? Наверное, все-таки так лучше. Ну, давай так. Вот в таком состоянии у нас кухня будет пока. Еще вот холодильник встанет сюда. И все. Это все временно, ребята. И... Ну, я думаю, что после Нового года загадывать не буду. Закажем себе кухню уже. Как нам удобно будет. На ужин у нас рыба жареная, скумбрия. И картошечку варю. Сало это в обязательном порядке. Без сала уже совсем есть не садимся. И прям его требуется. И лучку, наверное, еще отрежу. Все. Сало порезала. Сейчас картошечка сварится. И будем ужинать. А вот рыбка. Вкусняшка, да? Угу. Тонкий-тонкий аромат. Я еще не все нюхаю. Улавливаю запахи слабо. Но они есть уже. И вообще сегодня такое настроение хорошее. Бодрячок-бодрячок прям. Это радует. Такая кухня просторная стала. Еще вот этот стол потом заменим. Сейчас супер будет. Она большая. Смотрите. Вот на этой веселой ноте я сегодня заканчиваю свой ролик. Всем пока-пока. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok